Приятно, что это все-таки случилось, произошло, что нас министерство поддержало, что вы нам доверили свои стихи, что Антон взял и все это свернул вот в такой вот итоговый хороший труд. Всех поздравляю, не ругайте, если что не так, мы учимся, все учимся, будем стремиться, конечно, к лучшему. В добрый путь нашей новой книги. Мне хотелось пожелать всем поэтам, всем авторам, которые здесь присутствуют, чтобы вы каждый издали по своей книге, по своему сборнику, чтобы на достигнутом не останавливались. Поэтому всем я вам желаю здоровья, творческого долголетия, мирного неба над головой, ну и, как говорится, в добрый путь. Спасибо. Добрый путь. Спасибо, Юрий Васильевич. Ну, когда оформление этой книги придумывалось, вообще, я в первую очередь взяла в руки книгу «Гнездо поэтов», просто чтобы посмотреть, как делаются такие коллективные сборники. Намеренно я выбрала такое решение, что сначала у нас в книге «Портрет», чтобы вы увидели поэта, и, в общем, как в жизни просто увидели человека, не зная ни как его зовут, ни что он пишет, получили... Ну, в общем, это такое заигрывание, как бы, с ситуацией знакомства. — Здесь собрано 11 авторов. В отличие от «Гнезда поэтов», которые мы все время апеллируем, они немножко по иному критерию отобраны. Дело в том, что «Гнездо поэтов» — это почти целиком Литово-Няково, то есть это один очень близкий круг людей. А здесь, вот мы сегодня с Александром Васильевичем самосиком это уже обсуждали, здесь все-таки авторы, между которыми какие-то связи, они не всегда очевидны. Но при этом странным образом, когда мы читаем эту книгу от корки до корки, здесь нет каких-то выпаданий, еще чего-то, то есть книжка получилась очень цельной, и авторы, как бы, вот 11 человек, они друг друга дополняют какими-то вот такими 11-ю ракурсами странными. Вот, когда в очередной раз меня подвигли на издание моих сочинений, Андрей Щетников заставил меня собрать мои тексты и занялся их редактированием. И один из этих текстов, который вошел в эту книгу, я сильно сомневался насчет него и попросил, чтобы он сам оценил. Я попросил, чтобы он решил, стоит ли его вообще печатать. Мне казалось, что это стихотворение мне самому кажется странным, и поэтому не имеет права на существование. Значит, и этот момент, он наиболее интересный вот при бытовании текстов, особенно поэтических, так сказать, в читающей публике, потому что вот возникает такая фигура, как составитель. Этот составитель, это главный автор этой книги, потому что мы в целом и в общем, каждый из нас не вполне ясно себе представляет, для чего, как и почему. Вот. И этот текст, который я отвергал, а Андрей Щетников вставил, я сейчас зачитаю. Это будет очередной дебют этого стихотворения без названия. А овеществленный образ лунной ночи напоминает караван усталый, напоминает о безмерности пустыни, лежащей между мной и небесами. Всевышний свет освободиться хочет от уз метафоры, но время не настало и не настанет, если не остынет земной горячий прах, который сами одушевляем жажды совершенства. Есть острая печаль и радость устремиться навстречу бездне, ночь не понимает себя в моем изображении ночи, не поселится вечному блаженству во мне, стиху в себе не затвердится. Он, задыхаясь, все же обнимает кусочек вечности и потому непрочен. И, поскольку я уже исчерпал свое время, я прочитаю еще одно стихотворение, не больше, в ответ. Я сказал, что то, значит, это стихотворение, о котором я говорил, оно было написано тогда, видимо, в 70-е годы, и оно нигде не фигурировало. Потом наступили 90-е годы, прошло много времени, и в какой-то момент я понял, что я опять могу дебютировать. И я внезапно начал писать какие-то другие тексты, и один из них я представлю. То есть в качестве резюме или послесловия я хочу выразить надежду, что пройдет еще 20 лет, и я опять напишу какие-то совсем новые тексты. Итак, стихотворение примерно 95-го года. Рождение сравнительно недавнее. Халимдаров вошел в ворота дома, напротив сияло безмятежное пустошь неба, пустыней было это время, два часа пополудни, вечное время. И Халимдаров утвердился в сияющей раме южного, слишком знакомого, плоского полдня. Давно, давно это было, слишком давно. И пустыня, как водится, поглотила. Что? Она поглотила. Что? Халимдаров. Ворота дома. Дома, пустыня, ничто, он не помнит, никто не помнит, никто. Во все стороны от этого дома, от этого полдня, тени, песок, халимдаров входит в ворота дома. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте все. Знаете, вот сегодня перед выходом из дома, обозревая в очередной раз все написанное мною, полста лет пишу, такой на Ветсибирице. Вот, полста лет, и я ужаснулся. Простой истинный. Как стихи стареют вместе с их авторами. Я могу сейчас вам прочесть стихотворение молодого себя, когда мне было 32 года. Вот такой молоденький стихотворение 1900, это вот почти античность, 1989 года. А потом я два слова о гнезде и так далее. Читал его в 89-м году, последний же раз, видимо, в картинной галерее. Герой стихотворения, привыкните потом, это Стёб, конечно. Герой стихотворения, это язык. Автор в 89-м году предчувствовал новоязд 90-х годов. Все, наверное, в состоянии вспомнить и охватить из присутствующих вот этот приблотнённый язык 90-х. Когда что-то угадывалось, но было непонятно. Вот, тут как бы диалог, но всё это условно. Герой язык. Называется «Диалоги на постсоветском пространстве». На Мякине меня не проведёшь, и в Мякине меня не зазовёшь. В магазине меня не обсчитаешь, и в Савок обратно не вернёшь. Намекнёшь, но мне не Дамикен. Чушь-то мне ваш культурный макияж. Не могёшь ведь ты, Софи Лорен, с Мордюковой спутать, понимаешь? Понимаешь ли ты, шо говоришь? В этом суть Мякины бытия. Ты, пескарь премудрый, Карасиш с Карасона кино. Это я из кино. Но ты же понимаш, Что? По чём? Вообще? Ты кто такой? Я простой советский, понимаш? Стало быть, тебе понятой. Пани друг тебе, пани брат, Солидарность нам, пани сестра. Кому рад, кому, кому не рад, Кому с утра, кому с утра. Я простой советский кемерсен. Виноват, обычный коммерсант. Сколотил бы я на колбасе миллиард. Да где же колбасат? Нет её, и нечего страдать. Это дело грузчика грустить. Это дело Шлимана искать. И Шолома Лейхема строчить. Я простой советский монитор. Я макет эпохи передряг. Я в Махно влюбился за пробор. А в Махатму Ганди за бродяг. Я в кустах багряных не бродил. На устах влюблённых не звучал. И в карманах крупных воротил. Я на чай червонцы получал. Жизнь моя чудовища лох-нес. Или ты приснилась мне, ку-ку, передонов я. И мелкий бес перестройки у меня в мозгу. Вот он я. Стою, как истукан. Гегемон. Короче, я, чувак. Я рабочий крас. Хачатурян. Я всю жизнь болею за Спартак. Новосибирск. Напоминаю мне Антверпен. Конца 16 века. Новосибирск великолепен. С его костёлами из снега. С его громадой театральной. И композицией скульптурной. На бывший ресторан центральный, смотрящий как на центр культурный. С его писательским союзом. С его союзом с кем попало. С дрейфующим куда-то тюзом под парусами из металла. С его гусинкой, затулинкой. С его тринадцатым трамваем. С его метро, вокзалом, рынком. Новосибирск не забываем. С его речным, пологим брегом. С его висячими мостами. Как мне подсказывает Брейгель. И Сергей Самойленко. Новосибирск не забываем. Спасибо, извините. Десять лет по самые помидоры. Нулевые с праздником до колена. Раскатались сивки золотые горы. Отворили дуньки врата Шенгена. Три сестры увидели небо в стразах. Свет небесный забрежил в кротовых норах. Налетай, сограждане нефтебазы. Причаститься щедрых даров. Пандоры, потому что гонялись за дешевизной. Обещали счастье для всех и сразу. Поднялась с карачек моя отчизна. И накрылась Родина медным тазом. Потому что страна у нас не жалится. Аккуранты не сдвинутся с мертвой точки. Мы заплатим проценты своей, старицей. За любовь в аренду. За смерть в рассрочку. Киноварь краска дня. Охра и хром в палитре. Ляпнет знаток мазня. Хрен просышь без пол-литры. Роща парча горит. Вязка рога черебина. Бряхнет эксперт нефрит. Яшма, янтарь, рубины. Осень, ответил яб. Лето, ответил бабье. С рябью в глазах сентябрь. Пруд покрывает рябью. Сыпется сверху вниз перхоть берез и кленов. Ржа пожирает жизнь. Ту, что была зеленой. Дутая листьев медь. Лес разодет в лохмотье. Каркнет ворона смерть. И не поспоришь. Вот я. Ну, еще одну. Недружная весна. Идет, как из-под палки. Сосулек бахрома. Висит не в зуб ногой. Кто в лес, кто под рова. Вороны и легалки. Галдят за упокой. Февраль от слова «арт» рифмуется с артрозом. Кругом сплошной грабарь. Берлинская лазурь. Суставами скрипят больничные березы. Не бзди глаза. Разуй. Снег ноздреват и рыхл. Принюхиваясь к ветру. Про хомячков говорили. Я их еще в детстве отлюбил. Но стихотворение трогательное. Всем нравится. Поэтому и прочитаю. Называется «Синица». Посвящается неважно кому. По-пушкински. За морем тихо живи. Зачем ты сюда, через наши границы? До уровня непроходимой любви Нельзя опускаться. Летающие птицы. Она уже здесь ее не вернуть. На острых губах нет и тени, и испуга. Но ей невозможно в глаза заглянуть, Поскольку они далеки друг от друга. Тот мир отсечен. И пока журавли неслышно курлычат, Оставшись снаружи, Она будет биться в стекло изнутри, Прижав к голове безупречные уши. Тот мир обречен. Он дает только свет. И в облаке этого зимнего света Легко проследить умозрительный след Ее затянувшегося рикошета. Я помню улыбка ее коротка. Я знаю секреты фамильной окраски. Узор на щеках от отца барсука, А крыльями в маму, Анютины глазки. Свой цвет на свободу меняет она. Но я не увижу, пока не поверю, Что в жизни нет выхода, кроме окна. А двери, да что мы все двери, да двери. Все. Аплодисменты ждешь? Да. А второе... Второе... Вот и второе, да, тоже старое. Ну там что-то из нового есть в книжке, Зачем их читать-то там при желании, Можно и там прочитать. Второе называется... Забыл как, но неважно. Я говорю не Рембрандт, а Римбрандт. И ощутив скулета одиозно, Я повторяю по складам Рембрандт, Поскольку переучиваться поздно. Назад тому не так уж много лет В воскресных школах Задавали на дом трагедию Не Гамлет, а Гамлет. И люди думали, что так оно и надо. И люди стали говорить Брюлов, Поскольку Брюлов как-то не по-русски. И Битлов переделали в Битлов Для усиления смысловой нагрузки. Под юбкой музы нету дивных див, Как нет отверстий под хвостом Пегаса. Сон разума, отец альтернатив. То Пикассо рождает, то Пикассо. Продукты детородного труда, Два сапога, как говорится, пара. Но я не понимаю иногда, С чего б Картасар лучше Картасара. Царь Николай, зловещий Орликин, Бывало на балу под звуки вальса, Произносил не Пушкин, а Пушкин. И Пушкин хладнокровно отзывался. О чем же речь? Какие пустяки подобные нюансы? Для меня ведь все один черт, что проза, что стихи. Как будто это что-нибудь меняет. Ну и все. Коротко еще есть такое вспомнил. Почему вода нужна? Потому по воде придут княжна и муму. Всех, кого она в себе утопила. И Чапаев по воде, и вампилов. Спасибо. С Маковским гуляли. Половину я не понимал, чего он говорит. Может быть, две трети даже. Но это было дьявольски интересно. Невероятно. Я только помню по сей пору. А коли здесь все собраны, так я и прочитаю. Маковский ласкает хаос, целует космос. Папиросу прикуривает попутно, напоминая Хайдегера. Собачья письменность заглядывается на людскую помесь. Холодно так, что не хватает характера. Согреться сколько-то на огни трактира. Господи, прости, простатит выводят. Маковский смотрит на обломки мира. Опражнив пузырь на холода, выходит. Маковский смотрит на облако мира. Анатолий Владимирович Маковский. Рукою правую обнимая Мальера. Левую у Ильяма и Лира его короля. Нина Садур. Все про панночку. А Толя про Петра Степанова. Вот не стало Михаила Михайловича. Не поговорили. Мясников с Поповым сидят на ступенечке. Всю новосибирскую поэзию уже зарыли. А что осталось, так то маленечко. Что я могу вспомнить, сытый и постарелый, О голодном его ненасытном воображении. Колевала, колевала, говорят карелы. А Маковский мне о блоковской жене. Люба Менделеева, день и дева. Нина Грехова, горбатая королева. Когда мы с ним разговаривали, никакие. Он мне математику раскладывал, как карты. Поминут, напоминая Киев. И спартанцами убитых детей спарты. Жанна Владимировна что-то говорит Ивану. И становится близким ее незваная. Надеюсь на молодых. Как ни на кого не надеюсь. Это из Тацита вытащил я цитату. Над нами небо, а над небом Деус. В тридевятом царстве встретимся. В тридесятом. Ну еще одно стихотворение. Опять же... А ты его сократил, по-моему, да? Ну по вашей просьбе. Спасибо, Станислав Геннадьевич. Ну что же, мы всегда готовы на встречу пойти. Вот. Тут такая штука. Какие стихи лучше? Опять же, мы говорим про энтропию. Потому что очень трудно говорить, чтобы поэт в 59 лет был лучше, чем он в 19. Это очень сомнительно. Вот совсем недавнее стихотворение, которое я люблю. Поэтому я прочитаю. На электричке еду от Гагаринской до станции Болотная. Электрического народа толпа пехотная. Едут тетки с баулами, мамаши с детками, садоводы с рюкзаками, тяпками и черенками. Но и мало какого еще перемещенного люда. Ряженые пришли. И под гармошки Люба, братцы Люба. Старуха идет по проходу, бубнит. Лучше быть малым, чем взрослым. Лучше быть взрослым, чем старым. Лучше быть старым, чем мертвым. Лучше быть мертвым, чем сирым. Подайте, люди добрые, на поездку в Рим. Дай Бог здоровья. Покорнейше благодарим. И также по кругу. Я за ней по кругу. Лучше быть трезвым, чем пьяным. Лучше быть пьяным, чем глупым. Лучше быть глупым, чем сбиром. Подайте, граждане, на поездку в Рим. Тут вдруг заканчивается Аризона-дрим. Люди-компостеры пришли, все речь-контролеры. И по кругу мороженщицы, певцы-гастролеры и сызнова преснопамятная старуха. Пригляделся, а она молодуха. Не наряжайте молодую девушку старухой. Воровать станет, воровать станет. Окажется в Пакистане. А там все кочки да горячие точки. Обрядятся старухами старухины дочки. И пойдут. Пойдут. Пойдут по вагонам. По руке гадать молодым платагонам. Спасибо. Я сейчас лихорадочно соображал, чтобы прочитать и сделал целую подборку. И обнаружил два стихотворения, как бы косвенно относящихся к теме поэзии. Вот я их сейчас два и прочту. Я проверял. Земля кругла. Куда бы ни уехал, возвращаешься. Как будто поиск пятого угла. Еще к тому же и вращается. Смирись и далеко не уезжай. Как через мост на левой берег. Куда-нибудь коллегу полежаю. Запомни точно, ты не Беринг. Там у приматов свой язык, свои особые приколы. Там каждый третий стал таджик, а каждый пятый уголовник. Так что сиди, как говорил поэт один Иосиф Бродский, Который вышел и уплыл за океан, Россию бросил. Так что сиди, не выходи, не покидай свою квартиру. По телевизору смотри, как кто-то колесит по миру. Ты думаешь, он рад тому, что вышел из комфортной зоны? Он бы вернулся, ведь ему на общей кухне макароны Колдует толстая супруга. Детей сопливая тара немолчно бегает по кругу И ароматы перегара. Как эту жизнь не пожелать? Как к этой жизни не вернуться? Залечь на скорбную кровать. Уснуть и больше не проснуться. И еще одно поэтическое такое стихотворение. Поэт, бородою косматый, Выходит на берег Аби. Похмелье его калашматит, Но он справедливо глядит Сквозь время и сумрак событий, Которые здесь и сейчас. А люди кричат «помогите!» И он помогает тот час. Поэтова доля такая Стоять на холодном ветру, Излишеством не потакая И всем помогать поутру. Иначе какие-то силы Нас всех истребят на корню. Не будет в великой России И все превратится в ничто. За эти поля и равнины Не зря воевал Чингисхан. И гнули рабочие спины, И Унгерн шашкой махал. Поэта могучая воля Пространство сминает и рвет. И он за бутылку и водки В далекую лавку идет. Спасибо. Спасибо всем. Ну, если у кого-то есть что-то еще сказать, Можно сказать. Если нет, то давайте пожелаем Этой книге Долгий путь Читательского интереса. Долгий путь к читателям. Нет. Читателям быстрый путь, А потом еще долгое Внимание читателей к этой книге. А всем авторам, Всем поэтам, Конечно же, Долгих лет жизни И творческих успехов. И чтобы эти книги... Эта книга была не последней, Конечно же, Чтобы еще у вас Выходили Действительно, как говорил Антон, Свои самостоятельные уже... Дальше сами как-нибудь, Товарищи авторы.